Стой! Я не пойму, сколько вас там человек-то? Двое, двое. Ну, пускай второй покажется. А вас как зовут? Лапкин Игнатий, город Барнаул, Алтайский край. Источник? Православный проповедник. А, ничего себе. Чего? А что тут ищете? Вас ищу. Для чего? Для того, чтобы вытащить из этого ада. Давайте я готов. Я готов. Вот. Из этого Содома и Гаморры готова к сожжению. А действия какие? Действия такие. Мы призываем, чтобы люди поверили в Иисуса Христа, как в Спасителя Своего. И покаялись в грехах. И впредь никогда не делали. И жили по заповедям Божьим. Только без ругания только, чтобы ни одного слова плохого не говорили. Согласен. И все? Мне-то что делать? А зайти на наши ресурсы. Где вы найдете ответы на все вопросы. Канал наш. Называется «Во свете Библии». Игнатий. А где сидит вообще что-то непонятное? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Пишу, пишу. Пиши. Это огромный-огромный канал. 15500 роликов наших. Да? Сами снимаете вы что ли? Сам снимаю. У нас команда работает. «Во свете Библии» и «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» и «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот если вы зайдете... Это YouTube. А если зайдете через Google, напишите «Сайт». Сайт. Эти же слова Игнатия Лапкина в «Все свете Библии». Вы зайдете на наш сайт. Это такого сайта во всей мировой сети нет. Можем вопрос. А интернет что-то не считается злом там в Библии? Да где? Интернет же это зло. Нет? Вот в Библии, там вы видите, у меня 50 книг, к примеру, моим голосом насчитано на сайте. Вы зарядите... Сейчас обязательно посмотрю после нашего разговора. Вы если сейчас зарядите, во свете Библии, Игнатий Лапкин, Библия, и вам откроется там, я не знаю сколько. А там насчитано мною 50 книг. Архипелаг ГУЛАГ. Интервью репрессированных. Я за это отбывал срок. Вы отбывали срок? Да, пять тюрем прошел и лагерь. За что это? За Слово Божие, за любимого Иисуса. А вам сколько лет, если не секрет? Кому? Мне? Да. Так, сегодня у нас какое? Четвертое? Да. Ровно через шесть дней будет 80. Что снять? Что, давно сидели-то, мотали срок? В 87-м. Так, тихо. Полчих. Говори. Да. Спаси Христос. Да, в субботу. К субботе, если что будет, значит, выпечка закончится. Можете с кем-то прислать. Мы рано уходим. Вы рано уходите. Ну, у нас до того красочно прошло. Метрополит приезжал, и столько людей было. Я все в интернет выставил уже. Обязательно посмотрите. Притом я слово говорил за трапезой. Ну, с Богом. Благодарю. Вот так. Вы из какого города-то? Город Барнаула, Тайский край. Мы строим православную деревню с нуля. Строите? Да. В Российской Федерации уничтожено 21 тысяча поселений. Мы взяли землю, зарегистрировались и на старинных, благочестивых русских обычаях строим. А на какие свества строите? Ну, каждый где-то дом был, продали, приехали. Ну, а тут уже скотину заводят, уже прибыль идет. Кто-то свиней держит, кто-то овес, кто-то коров. А вот у фермера, у нас фермера, немного земли есть, там 450 гектар. Картошку садите, что ли? Как говорите? Картошку садите, что ли? Или что с земли? Ну, в домашних-то условиях. Картошки, помидоры, виноград, тут все есть. А вот которые 450 гектаров, он сажает там и горох. Кто у вас старший-то сейчас в новой деревне будет? Сами вы избираете? Да, сами, староста. Вы, что ли, староста? Нет, я не староста там. Я в городе живу. Я летом только там бываю, приезжаю. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Образованный мною был лагерь православный. 45 лет. Но тут началась такая битва. Три года назад утонули три ребенка с Сямо озера в Карелии. И президент Путин дал указание проверить все лагеря. Ну и Роспотребнадзор тут начал выворачивать. Еще где-то несоответствие. Меньше миллиона нет штрафу. На нас натолкнулись. А мы 45-й год без помощи государства. Тысячи детей подняли. Они ничего не могут сделать. Прикопались у кастрюльки, у крышки, с ноготок отбитая эмаль. А у меня пол. Я на корабле работал. Корабельное железо. Такое рифленое. Теперь нашли доска, режем, на которой мясо. А она не из того дерева выгрует. В магазине взятая. Ну то есть пустяк-пустяк. 45 лет. Ни одного ребенка замерзшего, утонувшего, сгоревшего, заболевшего, отравленного. Это что-то говорит или нет? Все ваши нормы. А у вас под капельницами по 100 человек лежит. У меня ни одного не было. Больной приезжает, уезжает здоровый. У нас молитва. Слово Божие. Раз в шесть в день купаются. На конях учатся ездить. На лодке грибут. Пятница каждый костюм. Все закрыли, да? Не закрыли. Я сам его закрыл. Я понял невозможно. Прокуратура на их стороне. ФСБ вмешивается. Полиция. И я его на другой день расформировал, когда приехала комиссия. А дети бежали из лагеря, мы тренировались. Так ТВ-24 приехали, все это засняли. Афанасьева Анна. Они не могли ничего сделать. А полиция круглосуточно дежурила вахтовым методом. Ребята взять, чтобы ребенка узнать, где живет. И теперь краевая прокуратура подлог делала, как мне сказали. Заставляли, подбивали, чтобы на меня подали. Что-то с ребенком было. Но ни один родитель не пошел на эту подлянку. А как пойдут? У них четверо ребятишек 9 лет бесплатно содержу лето. У другой пятеро. Лагерь бесплатный был, что ли? Ну, 53% бесплатно. А остальное дешевле. Самое дешевое государственное в 4 раза. Нам лишь бы хлеб был. А остальное родители платили или вас спонсировали? Никто. Родители, которые. А остальные сам я где-то ищу. Волка ноги кормят. У меня очень большие связи. Директора, депутаты, мэр города, губернатор. И везде знают. И поэтому принимали. С какими знакомствами не получилось составить лагерь, что ли? Депутаты там бизнес-классировали. Никак нельзя. Никак. Абсолютно никак. У нас что сделано-то? Оно сделано с прутьями. Вы курите. Больше разговаривать мы не можем. А, я уберу. Ну, уберите тогда. Чтобы ни одного плохого слова не было. Я вам рассказываю на полную серьезность, чтобы вы человеку поймете. Вот сейчас мы лагерь этот преобразовали в музей. Называется музей-комплекс для бедных лагерей. Чтобы дать толчок. Не ждать ни от кого деньги. Работать в бедности, красиво жить интересно. Не проклинать правителей, а молиться за них. Чтобы Бог умудрил. Мудрые законы издавали. Чтобы достойная жизнь была людей. Да бы было из чего выделять нуждающимся. Вот так молимся. Ну, да. А что там за палати трехуровневые? Ну, палати. Это у меня такой порядок, что на затаренном пространстве. Люблю, чтобы всем было. Вот у меня до этого была квартира барашнего типа. 12,8 квадратных метра. Здесь столовая, спальня, туалет, гостиная. 12 квадратных. 11 человек ночует, и никто на полу не лежит. А я недалеко... Есть 11 человек ночует? Да. Ничего себе. Это там, у меня квартира была здесь. Сейчас я один тут нахожусь. Все разъехались. Аж около вокзала. Я открыл квартиру. Вообще открытая. Ухожу открытая. Все бомжи знают, приходят на столе, пообедали и пошли. Вот дурак дураком. А недавно... С дома-то ничего не тащат? Ничего не тащат. У меня не тащат. И поднедавно, ну, несколько уже лет назад, приехали адвентисты седьмого дня. Откупили дворец спорта. Они 100 тысяч каждый день платили. И подошел один такой элегантный, одетый, красивый мужчина с бородой. Вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет. Я бомж. Я к вам приходил. Я у вас обедал, ночевал. А теперь я встал на ноги. Теперь квартира у меня есть. Все. Он улыбается там, приветствует. Вот Господь показывает так. Я думал, только в фильмах такое. Нет, это реально. Я реальный перед вами. Вот мне Господь позволил написать 38 томов книг. 38. Я преподавал одновременно в пяти университетах, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции, городском и краевом УВД. Три радиопрограммы, там, Боинские счастья, заводы и фабрики. То есть везде я вел занятия. Чего в бизнес-то не ушли? Не знаю там что. И все делал бесплатно. Все бесплатно. И 18 лет сотрудничал с тюрьмою. Помогал. И к чему пришли? Все бесплатно делали. Сейчас-то что есть за это? А как что? Я вижу новые люди, поколение подрастает. От нас, которые в армию идут, ни один не попадал под дедовщину. А если женятся, ни одного развода нету. Это чего-то значит. У нас почти все с красными дипломами заканчивают учиться в университеты. А ну, это да. Мы не подземные пензенцы. Так что, жены-то нету? Бабушки? Как нету? Моя как жена себя вела, когда меня арестовали, так это только можно где-то в фильмах увидеть. В полгода-то первый раз в Чайлицу доселе. Как? В Чайлицу-то в каком году? В 80-м году. В 80-м. А последний раз в 86-м. А помилование пришло 15 марта в 87-м году. Не реабилитация, помилование. А уже в 2004-м, 4 декабря, уже тогда реабилитация пришла. Что, с ворами-то тоже общались там или нет? Как общались? Я среди них сижу. Они ко мне жались. Как я называю, были в лагере смерти. Там убивали просто людей. Один там как чемпион под боксом, так он рядом. Отец Игнатий, можно я около вас стану, убивают. Там ничего не сделаешь. А меня приехал гражданский и сразу сказали. Это был майор КГБ. Этого человека ответите в сторону, чтобы ничего не видел. И не трожьте пальцем. Меня по санкции московской КГБ отарестовали. Было за что? Интересно, моя мама пришла, передачу принесла. Ну, а там во время обеда закрыто окошко-то. А между собой они говорят. И она, мама, слышит. Говорят, моего сына ни за что взяли. Вот он там так, так. А другие виноваты, другой. А моя мама и говорит. Бабоньки, какие вы несчастные. Не за что сына взяли. А моего-то за что? Как за что? Да я его благословила на это. Он проповедовал, книги издавал, насчитывал. Его за это взяли. А что, в 50-м году не разрешали, что ли, книги писать? Ничего нельзя было. Ничего, ничего. Я архипелаг ГУЛАГ издал. Первый в стране наполнил страну этим. Так, минутку. На войне-то тоже были? Так, посмотрели. Подождите. На войне не было. При начале войны мне было два года. Не успел. А как в 50-м году сели в тюрьму? Я не говорил этого. Только что сказали. Нет, вы что-то не поняли. В 80-м, я говорю. А, в 50-м году? В 50-м. Ну, как в 50-м? Никак. В 80-м. Я понял. Вот. Это все Господь делает. И Он провел меня. Вот как я встаю, допустим, на пересыльной. И заключенные говорят. Вот вы вчера ночью молились. Семь человек сзади вас становилось на колени. Можно мы с вами молиться будем? Я никого не уговариваю, ничего. Это Бог действовал. Следователь уверовал. Начальник тюрьмы по-христиански умер. Сейчас пишут, говорит, тысячи человек пришли к Богу. Женились, нормальная жизнь теперь идет. Верующие стали. Я говорю, моего там ничего нету. Это Бог делает. Он просто взял негодного человека и через него сказал. Вот у меня последние книги. Четыре тома по 800 страниц. Че, 800? Три тысячи. А книги запечатываются, продаются? Да, продают. На нашем, зайдете сайте, они там все есть. А можно выписать уже в бумажном варианте. Дорогие книги-то? Тоже бы приобрел. Тридцать восемь книг вместе. Это по нашим, по нашим, это за границу идет. Семьсот пятьдесят евро. Это за тридцать восемь книг? Да, томов. Каждый том 752 страницы. Я хотел сказать о стихотворениях. Я не поэт, но у меня издано 3467 стихотворений за 9 лет. Каждое стихотворение 9 куплетов. 36 строчек. У каждого эпиграфа из Библии и, напротив, строчки каждая. Откуда взята мысль? Какая книга? Глава стих. То есть, в мировой литературе никогда такого не было. Так а что эти доллары-то кто-то себе забирает? Ничего у меня нету. Ничего нету. Если, допустим, присылают где-то, я узнаю, кто многодетный, со мной идут, деньги отдают. Я к ним не прикасаюсь. Отпечатков даже нету. Они сразу забирают, и люди уходят. У меня вообще ничего нету. Что вот видите, я сижу, и компьютер-то кто-то мне купил. Я всю жизнь так жил. Работал на двух-трех работах. 40 лет печником был. Работал прорабом до армии в органах МВД, в строго режимный лагерь. А когда уверовал, 23 года, Библия попала в руки. У меня все пошло не так, как было. Я работал на корабле, учился в мореходном училище. Только добиваясь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из иностранных языков. Там английский, немецкий или какой. И в это время меня Бог коснулся. Я все выбросил и пошел мерить этапы. А как так он коснулся? Ну так бах, и внезапно, что ли? Как так получилось? Знаете, у Господа крючок есть. Крючок любви. Крючок любви? Любви. Я любил бабушек. Вот они такие, как забитые где-то. Я все старался помочь, дрова напилить, крыши, снег. То есть что-то сделать. И мне в кино надо сходить. А наш корабль на рейде стоял. Ну, а лоцманский катерок ходит. Ну, и я сошел только на берег. Только зашел по улицам первым. Город Венспес, Латвия. И в это время бабушка идет с какими-то баулами, сумками. То я подскочил, баба, разреши помочь? Ну, и разговаривали с дорогой. Я говорю, а тут молятся где-нибудь? Она говорит, а вот большое здание. И она мне указала. Это был баптистский дом. Баптистский. А я-то еще ничего не знал. А я-то Латвия. Я там у них за три с половиной месяца, я уже язык освоил. Уже по-латышски, говорят, калякал с ними. А подошел... А что скажете про главного патриарха нашего? Как он? Ну, как патриарх Кирилл, молимся за него. Мне что за него говорить? Я за него отвечать не буду. А он за меня будет. Если он меня соблазнит. Что если он вас? Соблазнит. То есть я буду подражать ему. Они деньги любят. А у меня нет ничего. Меня Бог избрал такого, которым вот кубометрами будут лежать доллары. Я не прикоснусь. Золото, ведро будет лежать. Я не прикоснусь. Меня это нет. Я ухожу кому-то и скажу. Нет, ну на жизнь же что-то надо. Вы как вот живете там? На еду? На еду. На еду. Представьте, старое время я на стройке работал. У меня уходило 9... Нет, ну вот сейчас. Вот сейчас я имею в виду. Вот сейчас, как сказать? Я могу... Определенно не могу сказать. Но у меня пенсия сейчас за 35 лет трудового стажа. 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А вы на них и проживаете, да? Так я их и в глаза не вижу. А как? Ну что же видите-то? А Господь так делает. Мы в деревне садим картошку, которая большая. Мы кому-то стараемся бабушкам помочь. А вот такая с ноготок, я ее варю, счищу тогда. А потом в отдельные кастрюли там хлопья и рожки. А потом вместе смешаю с картошкой, перетолок мне и кошкам. Одинаково. И растительное масло. А мясо не едите, что ли? Нет, не ем. 55. Ни алкоголя, ни пива, ничего нет. Что, даже брашку домашнюю не ставите? Никакой, ни грамма нигде нет. Вот мне, я говорю, через 6 дней будет 80 лет. Через 6 дней. Я еще ни одной таблетки... А я на пудрячке так посмотрю, как вы, это... Как? Вы глядите, так говорю, как вы, нормально? У меня три голубятника, а, как... Я с голубями вожусь, а с голубями кто возится, его старость никак не возьмет. Он бодрый, по лестнице, млазит везде. Молодцы. Так держать. Ну вот, заходите по скайпу, и я вам... Дети-то есть у вас? Нет, сейчас, обо мне разговор закончен. Вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин, и я вам скину все наши ресурсы. Там все. Давайте сейчас, сейчас зайду. Игнатий Лапкин, по скайпу, скайпу. Так, я отхожу. Вас как звать-то? Александр. Александр, значит, да помилуй ты, поможет вам Господь. Во славу Божию. Спасибо.